Всем привет, с вами Прио, и сегодня я с радостью готов вам предоставить быстрое получение осознанного кошмара. Да, этот маунт уже давно доступен игрокам, очень давно, он еще в легионе был доступен к получению, но знаете, на текущий момент дело еще далеко до припатча, припатч еще не настал. В общем, можно сидеть вообще заниматься в принципе чем угодно, и я думаю, это самое такое классное время с целью того, чтобы пофармить какие-то ачивочки, чтобы пофармить каких-то маунтов, чтобы посидеть и поразвлекаться в этой игре. Не, ну действительно, почему бы и нет. Красивый хороший маунт, много ли он времени требует? Знаете, некоторые люди меня пугали лабиринтом, то что я там буду сидеть 9 часов, 20 часов, то что мне лучше это дело отложить вообще на следующий день, потому что я долго там просижу, бомбаную и все такое прочее. Нет, за 40 или за 50 минут были найдены абсолютно все руны. Ну окей, округлим часик. Прошлые этапы довольно-таки легкие, которые делаются. То есть в целом маунта можно сделать за 2, за 2,5 часа. У меня где-то за 3 вышло, потому что я отвлекался, я забыл и узнать записку после того, как использовал глазик Йоксарона, глазик Туна. Вот, в общем, такие вот микро-моменты и все такое прочее. Тинетную маску я захотел не покупать с аукционами, я захотел дропнуть рецепт, потом рецепт пересылал, потом крафтил эту маску. В общем, можно все делать вообще намного быстрее. Самое главное — это лабиринт. Я приложу текстовый гайд с одного хорошего сайта. Можете там абсолютно все этапы глянуть. Я ориентировался на него в момент делания всего этого маунта. Ну и я постарался сохранить всю логическую цепочку выполнения этого маунта. В видосике можете все абсолютно увидеть. То есть лабиринт и как пользоваться аддоном, аддон тоже приложу в описании, все рассказано абсолютно. То есть самое главное — послушайте внимательно. Ну если будут вопросы, то в комментариях я постараюсь на них ответить. И на предложенном видеоряде вы увидите абсолютно все моменты выполнения этого замечательного маунта. Так что как-то так. Берегите ноги, мойте руки, занимайтесь качественными вещами. Не забывайте о ссылках в описании. Они нужны вам в первую очередь. Да. До скорого. Так, окей. Юзнули. Что дальше? Загадка 2. Ульдуар. Угу. Ну полетели в Ульдуар. Как в него можно быстро попасть? Надо подумать. Ну типа старый Долоран. Через Штромград получается. Ну да. Так, гигантская свалка есть какая-нибудь? А, мусорная свалка называется. Двуголовая Дритонорская химера. Угу. Понял, понял. Что-то тут подсветилось. Рычажок был какой-то подсвечен. А как туда залезть? А я могу залезть туда вообще? Ага, вот он, рычаг. Мне его надо юзнуть. А как туда залезть? А, вот. И что произойдет? Должен быть рычаг, использование которого создает поле из фонарей размером 20 на 20. Чтобы пройти эту головоломку, вам потребуется с помощью фонарей нарисовать символ Немирона шестеренку. Нам показан готовый рисунок. Обратите внимание, квадратами на картинке здесь обозначены фонари. Зеленые включенные, белые. Не включенные. То есть по боковым сторонам должно получиться 7 на 6 на 7. Б**ть. Где 7, это не включенные фонари, а шестерка включенные. Если сделать все верно, появится следующая записка, в которой будет следующий текст. Я, б**ть, что тут? Ты в геометрию пришел играть или что? Вообще, что ли, одичали там? Ну, давайте попробуем. А, нет, нормально все. Это ванкираж, я уже прочитал. Не проблема. Сейчас посижу, потыкнусь. Ну, извините меня в Нажитаре, я делал локалки до нерфа делал. Ну, и тут сделаю, значит, все правильно. Просто нужно время. Я никогда не тороплюсь вообще, в принципе. Я хоть 2 часа буду сидеть тут, я как бы без разницы. Ну, и куда ты в чай мой полезла? Ну, ты интересная, конечно. Ну, все. Ну, давай, давай, почешу тебя. Вот так вот, да? Вот эту кошку надо чесать, всегда вот так гладить, да? Ой, хорошо, как. Да, вот так вот. Ой-ой-ой. Это кто кусается? Давай потанцуем. Давай лапу. Вот она. Я тебя выдрессирую, ты в цирке еще выступать будешь. Да? Это будет цирковая кошка. А вам видно, что она вообще на двух лапах стоит, чат? Я как бы не знаю, что там в ОБС творится. Я льдамнуться не могу, у меня в двух руках кошка, в каждой лапе по лапе. Вот. Да? Ты кошка. Ну, хорошая кошка. Типа, если что-то можно дропнуть, я лучше пойду это и дропну. Ну, я думаю, логично. Где там эта записка лежит? Угу. Ну, все, отлично. В Даларан портимся из Даларана в Штормград. Из Штормграда полетим в Тлеющие ущелья, будем фармить. Ну, вот, смотрите, изи, кинжалик уже. Ну, отлично. Кузнец, кузнец. Сейчас хоп, рецепт. И что вы вот на это скажете? А, чат. Или как там делают? Ну, короче, вы поняли. Так, разлом. Вы собираетесь спуститься в темный разлом. С некоторой вероятностью. Вы не сможете из него выбраться. Ага. Ничего себе страшно, как. Ну, и где тут мобы с этим череп... с этой повязкой? Я вот вообще не понимаю. Отправляемся, говорит, в Гномориган. Серьезно? Не, нету. Из всех вот этих сигаретных вещей у меня только кошка есть. И все. И вот с этой кошки я как-то начал. И вот прям понеслось. Чуть-чуть. Так, ну окей. Варгаримар, так варгаримар. Ой, в Гномориган, так дым и в Гномориган. Куда скажут, туда я вправлю с делом-то. Ну и тут семерка. Отлично. А-а-а. Вот оно как работает. Вы понимаете, да, откуда это все взято? Ну, круто. А, так это квадрат, да? А-а-а, стоп. Нет. Е-мое. А, это как с Белескотроном, похоже, да? Давайте пониже опустим эти линии. Может, я неправильно делаю. Проверим потом. Это не коллективный разум, если что. Рефакс это осознанный кошмар. Если ты об этом. Нет, когда бы. Фу, с удивлением такое. Я же вообще не занимался этим. А, визе. Так, и что? Ага. Как я сделал? Черт, как им пользоваться? Черт, как им пользоваться? А, в чат нужно ввести команду, да? Короче, все понятно, че. Я, блядь, тупой, походу, для этого аддона. Но буду бегать. 20 часов. Веселье. Начинается. Right now. Вкусно. Так. А если я вернусь, там будет красный огонек? Ну, чат, получается, не на характере. Фиолетовую урону активирую. Синий, зеленый, красный активировано. Фиолетовый огонек был. Еще. Ну, окей, допустим. Так, тут мы справились. Угу. Хорошо. Угу. Ну, все, я начертил все у себя в голове. Чат, короче, все, сейчас за 2 минуты проходим. Можем синюю активировать. Если я сейчас все правильно сделаю, не отвлекаясь. Сейчас вообще не шучу. Где нахрен листок, блядь? Какой-нибудь. Нормально мне хватит. Вот, я, короче, вот такую х***ю чертил. Видно? Вот, вот точка, это я. И понимаете, вот этот вот проход к левой, он типа идет в комнату, вот в эту. И как мне это рисовать? Типа, вот в этой комнате, вот этот вот так вот проход, это стена. А тут он есть. Там этажи. Там, получается, моя зарисовка говно. Круто. Окей, давай пойдем налево на шару. О! Вот видишь? Мастер, мастер. Ну, красную и синюю активировал, да? Осталось еще три. А что аддон? Я типа покликал, я вообще не понял, как он эти крестики расставляет. Типа, я вот взял, так хоп, поставил. И что это значит? То, что там нет стены? Или то, что там есть стена? И то есть я такой сижу, и я не понимаю вообще, о чем речь. Блянь, ну давай ради прикола отметим, начиная отсюда. Хорошо. Крестик, стена, да? Все. Окей, давайте попробуем немножко по аддону. Наверное, это поздно, но все же. И вот, ну что это за перемещение такое сейчас было? Почему так? Если оно по факту должно быть налево прорисовано. Это вот, ну, это как понимать? Инвер... А, то есть мне еще... О, блядь, что за аддон, блядь, тупый, или я тупой? Это вообще какой-то пи***ц. Ну, допустим, зеленый отмечу, окей. Тут что получается? Тут опять снизу нет прохода, да? Ну, идем туда. Инвертирован, блядь. Я сюда что, ребусы пришел решать, что ли? Ну, получается ориентация в пространстве говно. Понимаю. Ну, туда пойдем. Нет, я не делал ее раньше. Ну, у меня времени все на это не было. Тут оно появилось, и я уже думаю, а как бы, ну, нормально ли это вообще? Или нет? Ну, давайте, типа, через аддон попробуем. Рисунки, походу, это... В половине только случаев работает. Вот. А, оно же инвертировано, извините. Да, я тоже попробовал. Я все понял, хорошо. Я вообще молчу сейчас. Давайте, типа, сюда зайдем, по-моему. Ну, и вот, смотрите, типа, я вхожу в комнату, в которой якобы я был. То есть, оно сейчас, типа, ну, по этажам, да, идет. И вот давайте теперь думать, да, была такая комната у нас или нет. Нет, не была. Значит, что? Нет, перепрыгнуть. Ну, я правильно отметил? Правильно. Получается. Четко. Так. Стоп. Там же где-то была желтая руна, я не отметил, по-моему, да? Ну, по-моему, да. Или я ошибаюсь? Была желтая руна вроде, да, когда я бегал? Или нет? У меня что, повтор своего стрима открывать? Слушайте, это хорошо то, что я стримлю, этот момент можно взять, повтор открыть, и все. Типа берешь, отчекиваешь, это приятно. Ну, ладно, чат был да всплыл. Как бы, идем дальше. Правильно отметил марку? Угу. Ну, давайте туда пойдем. Да, че-то это. Слишком много выделываюсь. Немножко искривленно пойдем, допустим, сюда. Помудрим самую малость. Что у нас тут? Тут так, получается, нету. Да? Допустим. Так, тут что? Угу. Ну, допустим, сюда. Типа перепрыгнем. Смотрим, что из этого получится. Угу. Типа один и тот же этаж, вау. Хочу перечекать комнаты, проверить некоторые моменты интересные. Я думаю, в этом есть какой-то смысл. Может, его не так много, но... Я думаю, что он имеется. Это не этажная комната. Это... Типа на этом же этаже. Потому что я тут пробегал до этого. И тут... Типа тоже было. Засыпан коридор. Да, получается, соединить. Окей, то есть это круг. Самый обычный. Если я сейчас захожу сюда, и впереди закрыто, то все правильно, да. Да, да. Окей, значит, мы идем налево. Да, спасибо, не трагедия. Да. Ну вот у меня сейчас что-то примерно на такой же бульф происходит. Да нормально, типа. Нужно ж помучиться. Тут чуть-чуть. Так, кто тут, Марка? Не знаю, типа человек, который это придумывал, это реальный садист. Хуже не придумаешь. Таким садюгой нужно быть, чтобы вот это просто придумать. Иначе не скажешь. Кстати, может быть, тут не могу не согласиться. О, я сделал круг. Ну да, получается, да, да. Все верно. Окей. У меня там были варианты куда-то еще идти, подождите. Чик-чик. Либо это просто круг, который даже мне посещать не нужно, как я правильно понимаю. Да, то есть это все. То есть тут мы не тусуемся, это вообще для нас игнор-зоны. Тут нам делать адекватно говоря нечего. Восемнадцатой комнат, да, нужно проверить там. Путь один интересненький. Ну и в 23 можно вот чекнуть. Видишь, проход есть. Да, и в 23 чекнем. Для начала. Что у нас тут перекрыто? Так вот. Ух ты, фиолетовая руна. Так, а если я хочу руну поставить, не огонек, а руну, все равно типа вот так вот кликнуть. Знаете, как я сделаю? Возможно, это 4. Запомнили, да, 30-ая, это руна. Я типа целый час бегаю по лабиринтам. Ну я релогался, да, всяко-разно там, пока аддон стоял, пока летел, потом еще. Я за час нашел фиолетовую руну. Вдумайтесь, да? За час, б***ь. Жесть. А типа фиолетовая сферка, ну фиолетовый огонь, он где-то рядом с синим огнем, где-то вот, ну в радиусе там 3-4 комнат, если что. То есть, найс бежать, вообще жесть, конечно. Так, не отвлекаемся. Тут вот так вот, да, получается. По хардкору без аддона, да не... У меня как бы времени много, но я не хочу тут очень много времени тратить. Как-то это... Лень. Да тут нету подгрузок. Тут у тебя персонаж и так бежит, ну типа вот смотри. Оп, ты уже бежишь дальше, типа. Это кажется, что есть подгрузки, на самом деле нету. Мне кажется, зря я так бегу. Есть такое ощущение. Ну хотя ладно, может в этом есть какой-то смысл. Ну я сейчас выйду на фиолетовую сферку. На фиолетовый огонек. Я типа бегаю, чекаю комнаты просто. Вот. Может в этом есть какой-то смысл. Я не знаю. Ну я сейчас выйду на фиолетовый огонь, чувствую скоро. М-м-м. Ничего себе это будет прыжок между этажами, какой интересный. Ой, я аж там не маркнул. Да я без релоговался там пока что. Релоговался и все такое. Смотрите, какой тут нету, не могу понять. Вот я вот так зашел. Это мы типа карту переворачиваем. Да, получается по правую руку. Да, все верно. Сейчас Марко будет. Да, да, да. Все верно. Час, но за этот час я успел пару раз прилогнуться, выйти из лабиринта. Как бы я не целый час тут сижу. Вот. О! Угу. Это интересно. Это начало самое, если что. Сейчас мы походу придем в 43-ю комнату. Вернемся в 30-ю, там через 31-ю. Ну, что-то, короче, такое придумаем. Ну, это пол беды. У нас еще остается красная и желтая руна. Не, подождите. А что остается-то? Ммм, синюю я активировал, зеленую активировал. Фиолетовую сейчас активирую. Красную тоже. Желтая остается, да? Правильно, чат? Ну да. Ну окей. Ой, блядь, говно. Ну. Прыжок ли это будет? Или это будет нормальный этаж? Соединить. Это не прыжок по этажу. Это нормальный переход. Если что. Тут сейчас обе эти закрыты. Ну да, 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 да. Все, короче, понятно. Сейчас я типа выхожу к фиолетовой сфере. Руни. 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 Руни находится в 30-й комнате. Угу. Да, 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 да. Все верно. Ну только тут такой этот узел. Вообще жесть. Можно вот так вот просто сделать. И три комнаты он будет автоматически бежать. Я желтый огонек только где-то видел. Знаешь, ты не замаркал его. Наверное, было до включения аддона. Ммм. Так. Сейчас, подождите. Фиолетовая плюс. Зеленая плюс. Синяя плюс. Красная плюс. Еще осталось. Желтая, да? Так, давайте думать, как мы выйдем на желтую. Я предлагаю начать с самого начала, примерно. Потому что она где-то там кроется, я так чувствую. Но это желтый огонек. Ну типа где желтая руна, хз? Ну типа где желтая руна, хз? Осознанный кошмар. Это секретный маунт. Я мог не делать этот круг, я мог с двадцатки сразу в девятнашку выйти. Вот осознанный кошмар. Это секретный маунт, который вот в восьмом из девяти этапов требует пробежку такую интересную. Можно сюда заглянуть. Кстати. Пока типа не поздно. Глянем, что тут находится. Пустота, да? Но мы помаркаем эту пустоту. Это никогда плохим действием не будет. Знаете, хороший вопрос. Типа какой класс новичку качать. Я сегодня перед сном думал об этом. Без шуток сейчас говорю. Смотрите. World of Warcraft. Мир военного ремесла. Ну, конечно же, воины. Сейчас без шуток, кстати. Вообще без шуток. Я что-то реально посидел, подумал так перед сном. О! Это хорошо. Так, что нам это дает? Да хуйня знает вообще. Ну, мы нашли желтый огонек. Осталось найти желтую сферу. И все. Ой, чат, где может быть желтая сфера? Я вообще ума приложить не могу. Просто. Где она может быть? Вот где может быть желтая сфера? 47? Maybe. Можно побегать, поискать. Я наткнусь, типа, на эту комнату. Рано или поздно. Типа, меня смутили три крестика. Суть в том, что два крестика слева и сверху относятся к 58-й комнате, а слева и сверху относятся к 50-й. И просто на перекрестке 58-й комнаты находятся три крестика. Меня вот это смутило. Да-да-да, все верно. Все, молчу. Может, сейчас на 16-ю выйдем, кстати? Не выйдем. Ну, или поплутаем немножко. Может, типа, дуга вот так прорисуется. Чат, ну изи! Все? А что дальше? Когда все сферы будут собраны и руны погашены, вы увидите записку со следующим текстом. Где? Мне что, в начало вернуться? Не понимаю. А-а-а! А-а-а! Ну, все! КС и в Баралусе будет записка. А я вас забаню сейчас за дезинформацию. Вы знали это, кстати? Правила канала давно читали вообще? Последний этап – это не загадка, а указание места, где вы можете получить заслуженную награду. Нужное место – это склеп возле Каражана на территории Перевала Мертвого Ветра. Ну, отлично. А, нужно портнуться тут уже, да? Ну, метка поставилась, хорошо. Сейчас я портнусь, Баралусе. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас проверим, будет там или нет. Так я, типа, к изначальной точке пришел. Ну, хоть светится нормально. Да уж. Нет, чат, вы меня извините. Следующего секретного маунта я не стану, наверное, сейчас делать. Или стану. А что там еще есть интересное? Расскажите. Плюс маунт. Хорошо. Рассказывайте, чат, что там дальше. Продолжение следует... Продолжение следует...